Здравствуйте, коллеги и зрители канала Я Прикмахер. С вами я, Ольга Табаленкова, и у нас в гостях сегодня Николай Васильев. Друзья, Николай – это стилист международного класса, тренер, автор техники окрашивания и стрижек Freeform, и амбассадор компании Ginko и компании Nervale. Поприветствуем, друзья! Всем привет! Привет, Коль! У нас сегодня с тобой отличная такая тема, мы к ней долго готовились, и постараемся сегодня ответить на большое количество, охватить вопросов. Вопросы, связанные с подбором ножниц. Друзья, вы очень часто спрашиваете нас, как правильно выбрать, какие нюансы для себя отметить. И сегодня Николай попробует ответить на все эти вопросы и даже продемонстрировать наглядно. С чего мы с тобой сегодня начнем? Давай начнем с того, что определим, какие виды ножниц бывают в целом. Окей, вопросов по ножницам много, очень много я делал всяких прямых эфиров, всяких историй, съемок маленьких роликов разных, и с показом ножниц, и с картинками, и без картинок. Но вопросы не заканчиваются. Я, во-первых, благодарю очень ЯПарикмахер и тебя лично за то, что у нас есть такая возможность с ребятами поделиться, рассказать максимально поподробнее все, что касается инструментов. Тема, конечно, глобальная, но мы с тобой пытаемся это сделать. Мы попытались саккумулировать такие важные, часто повторяющиеся. Поэтому вот твой первый вопрос о том, какие формы ножниц бывают. Давайте поступим так. Разобьем вообще, в принципе, ножницы на два основных типа. Это прямые ножницы и это филировочные ножницы. То есть прямые ножницы мы используем для прямых срезов. Они разные, прямые, зубчатые, скользящие, слайсинг и так далее, и так далее. То есть это ножницы, у которых полотна ровные, прямые. Про форму мы поговорим, конечно, позже, про заточку. Но это прямое полотно. А филировочные ножницы – это ножницы, у которых одно полотно прямое, на втором полотне зубцы. Либо зубцы могут быть с двух сторон. Эти ножницы предназначены для того, чтобы прорежать концы волос, для того, чтобы делать филировку. Вот это первое. Как бы на что можно разбить ножницы? В основном на два. Да, вот два основных типа – прямые и филировочные. Дальше уже они будут разделяться у нас с тобой по форме, по размеру, по эргономике, по кольцам, для чего они предназначены, как, для каких видов срезов, винтовые группы, ценовая политика, металлы, производители и так далее, и так далее. Ну вот, сейчас про это и поговорим. Да, ну, давай как раз выделим такие основные три-четыре вопроса, которые парикмахер должен сам себе задать перед тем, как приступить к выбору. Какими вопросами он должен задаться? Ну, их, конечно, ни два, ни три. Какими нужно вопросами задаться? Первое, конечно, ценовая политика, потому что я могу сколько угодно рассказывать, что вот эти ножницы прекрасные, и они тебе нужны, и подходят тебе к руке, и удобные будут, и это для твоей техники, но ты скажешь, блин, дорого там, да? Или кто-то, наоборот, говорит, ой, что они такие дешевые? Дешевые, наверное, плохие. Я являюсь амбасадаром компании Гинко, и компания Гинко обеспечивает такой широкий диапазон ножниц, там, ну, не знаю, буквально от полутора тысяч рублей до бесконечности. У Гинко есть ножницы за полмиллиона, там, за 500 тысяч рублей, и ценовая политика, на самом деле, на качество среза, особенно, когда ножницы новые, их только достали из коробки, по большому счету, не сильно влияет. То есть новые ножницы, заточенные, острые, ну, плюс-минус сделают срез, там, одинаково хорошо, да? Другой вопрос, как тебе будет удобно или неудобно, и сколько долго они прослужат тебе, да? Как быстро они затупятся, потому что разные металлы, там, и так далее, и так далее. Но, на самом деле, никого не должен останавливать вот этот ценовой диапазон, вот этот вопрос цены. И компания Гинко, почему я выбрал ее, почему я сотрудничаю с ней? Потому что, ну, парикмахеры понимают, что компания много, которые делают ножницы, особенно на российском рынке, у нас страна большая. Но Гинко почему? Потому что Гинко действительно, благодаря владельцу компании, в его лице, это его мысли, он правда хочет помочь парикмахерам, и постоянно что-то новое создает, привозит из Японии, из Тайваня, откуда, ну, откуда может. Создать ассортимент и при этом облегчить выбор. Да, 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 создает максимальный ассортимент и в ценовом диапазоне, и в формах ножниц. И я хочу сейчас сделать такой акцент, пользуюсь случаем, почему я рекомендую сотрудничать с компанией Гинко. Потому что на данный момент, по официальной статистике, компания Гинко является компанией номер один в России и в Европе по количеству выбору филировочных ножниц. Такого выбору и ассортимента нет у ни одной компании. По количеству форм, видов, размеров, техник, в которых можно использовать ножницы, срезают филировочные в компании Гинко от 5% до 95%, то есть для любых видов работы. Это раз. Второе, компания Гинко номер один по количеству ножниц для левшей. Ни у одной фирмы больше нету такого ассортимента ножниц для левшей. Это тоже очень важный вопрос, потому что у нас бывают классические прямые ножницы. Сейчас я вот выберу, покажу пример, да. Ну, например, вот. Они совершенно вроде бы как симметричные. То есть я могу выкрутить этот винт, либо вот бывают ножнички, например, вот с двумя винтами, да. То есть они переворачиваются в одну сторону, в другую, они совершенно симметричные. Но это филировки, филировки можно переворачивать. А когда мы берем с вами ножнички тоже прямые, вот такие классические, и я могу снять усилитель или перекрутить усилитель, и как бы их перевернуть в левую руку. Из-за того, что винтовая группа находится с одной стороны, и, допустим, винт выпуклый, и тем более, если это вот такой винт, подшипник его очень широкий, тогда левшей будет работать неудобно. Ему придется их, если я вот работаю в классической технике, то винт будет смотреть на меня, левша перевернет, у него ножницы будут вот таким образом, винтом от себя. Ну и начинаются всякие неудобства. Немножко ножницы зажевывают волосы, плохо простригают и так далее, и так далее. Поэтому мы рекомендуем все-таки для всех левшей выбирать ножницы для левшей. У компании «Динка» и внутри филировочной группы, и внутри группы для прямых срезов огромнейший ассортимент ножниц для левшей. Можно сказать вообще, что левша – это еще отдельная совершенно группа ножниц. И отдельную тему. Я тебя чуть поправлю, на самом деле она не то, что отдельная. То есть компания старается сделать как? Вот они создают модель ножниц и полностью ее просто копируют, только делают ее в противоположную сторону, отзеркаливают. То есть это не потому, что для левшей какая-то специфическая форма нужна, а просто нужно перевернуть их, как бы отзеркалить в производстве в обратную сторону, потому что другой рукой держит. Мы с тобой отдельно об этом поговорим. Хорошо, давай отдельно поговорим. Расскажем, наглядно покажем, как это выглядит. Вот, это второе и третье. Компания «Динка» номер один компания сейчас, даже вот прям зацените, в мире. Даже не в России, а в Европе. В мире по количеству ассортименту необычных форм ножниц, которых нет ни у кого. Например, вот такая форма. Я надеюсь, в кадре это сейчас видно. Они изогнуты. Эти ножницы были, взятая идея была у грумеров. Это просто уникальная форма ножниц, которые позволяют делать разные штуки, создавать круглые слои, выкруглять. Просто он круглый срез делает на прямой пряде. Делать, например, окантовки около ушка, челки вырезать полукруглые, выпуклые какие-то краевые, там, вогнутые, выгнутые. И они позволяют еще работать, подчищать свою работу. Вот, допустим, как у меня тушевка сделана, иногда волосы потом все равно торчат. И это либо машинками подчищают, либо начинают делать это вот так вот прямыми ножничками, так, тык-тык-тык-тык-тык, аккуратно. Да, чтобы не срезать лишнее и не обрезать. Да, но прямые ножнички ты чуть ближе поднесешь, можно резануть и прорезать прям рядом. Если ты возьмешь вот эти ножнички, ты идешь ими спокойно, и все вот эти торчащие волоски аккуратно снимаешь. Ну, как вот, когда собачек стригут, грумеры же не такими делают их, чтобы вот окончательно кругленько все было. Это очень удобно и так далее, и так далее. Есть уникальные ножницы, которые действительно совмещают в себе и прямой, и слайсинговый срез. Очень много фирм говорят о том, что мы можем... Вот эти ножницы подходят и для прямого, и для скользящего среза. So-so, плюс-минус. На самом деле для скользящего среза нужны ножницы именно для скользящего среза. Они выглядят вот таким образом. У них форма полотен, как бамбуковый лист. Они толкают волосы. Когда мы на пряди закрываем их, они проталкивают прядь, они делают такой жесткий плотный срез. Они прямой срез не сделают. Они будут толкать. И поэтому, когда ими парикмахер работает и скользит, нет вот этого некомфортного ощущения для клиента и так далее. Тянущего. Ну, оно как будто скоблик волосы, да? А все же парикмахеры хотят, чтобы универсально было, как можно универсальнее. Компания Динка создала. Если вот присмотреться, вот здесь вблизи, здесь есть две надписи, вот такое разделение. То есть вот эта первая часть написана «каринг», вот здесь написано «слайдинг». Поэтому вот эта часть делает прямой срез. То есть, допустим, мы вот так чуть-чуть их приоткрываем, и я могу вот постричь форму всю, пострезать пряди. Если я их открываю шире, я могу начинать ими делать слайдинг. Вот эта часть будет толкать волосы, вот эта будет делать прямой срез. Вот эта модель ножниц, причем она у нас в двух ценовых диапазонах, с разницей там, с ценой в 50%. Для парикмахеров, которые могут себе позволить более дешевый диапазон, а для парикмахеров, которые могут позволить себе более дорогие ножницы, по форме они совершенно одинаковые, они отличаются только по качеству стали. То есть тут в зависимости, насколько ты их закрыл, будет меняться срез. Да, да. И так далее, и так далее. То есть сейчас я могу много перечислять, я просто... Да, ну мы собой... Несколько вариантов, да. Чтобы сейчас ребятам объяснить, вот в начале нашего столовищения, что вы ничем не ограничены, если вы сотрудничаете с компанией Гинка, вы придете, мы вам поможем, мы выберем ножницы под вашу работу, под вашу руку, под вашу технику, под стиль, под срезы, под ценовому диапазону и так далее, и так далее, и так далее. Так, хорошо. Меня вот заинтересовало, кстати, хотел остановиться на моменте цены. Что влияет на образование цены? То есть за счет чего она может вырасти или упасть? Очень хороший вопрос. Смотри, на ценообразование и на ценовую политику влияет вообще все. Начинаем первое. Конечно, производитель. Ты, девушка, ты знаешь, сумка Шанель стоит там 60, от 60 и дальше, да, тысяча рублей. То есть бренд, конечно. А какая-нибудь сумка там в Эрбери уже дешевле, но она из того же самого теленка, да. Поэтому бренд, конечно, и особенно японские бренды чуть-чуть прикручивают цену за бренд. Но опять, как они прикручивают чуть-чуть цену за бренд? Не совсем как бы за бренд, а качество работы. Например, мы сотрудничаем с компанией Hikari. У компании Hikari в Японии весь цикл производства полностью ручной. Соответственно, ценовая политика уже будет выше, потому что все же люди, ну, взрослые, понимают, что когда у нас роботизируется производство, себестоимость удешевляется. Качество падает, да. Качество там падает, это соусоу плюс-минус, но как правило падает, да. Но самое главное, что удешевляется себестоимость, потому что машинам не надо платить зарплату и так далее, и так далее. Соответственно, когда у тебя полностью ручная сборка, качество офигенное, максимально высокое, но цена уже выше. Ножницы, которые сделаны действительно в Японии, из японской стали, они будут дороже, потому что сама по себе страна дорогая, доставка из Японии в Россию или в Европу и так далее, и так далее, и так далее. Очень много фирм ножниц, как, например, вот здесь лежат, там, кидаки, I love my hair, там, еще какие-то бренды наши, там, DS, они делаются в Тайване, но из японской стали. И очень много других брендов, которые, ну, не наша компания представляет, не гинка, они тоже сделаны из японской стали, по японским технологиям, но не в самой Японии. Уже цена будет чуть ниже, потому что производство дешевле в Тайване, и доставка дешевле, и так далее, и так далее. Далее, то есть бренд и качество сборки, и страна-производитель. Бренд, качество сборки, страна-производитель. Дальше, сталь. Сама сталь. Сталь, конечно. Сталь, это, наверное, самый основной, вот, наверное, с этого надо было мне начать, на первое место поставить сталь, потому что сталь, и от качества стали, и от ценовой политики стали будет зависеть сама по себе. Ну, наверное, на 75-80% будет зависеть цена пары ножниц из-за стали. На самом деле, стали, основных, которые делаются сейчас ножницы в данный момент, вот в 21 веке, их не очень много, там, 3-4 основных видов сплавов стали. Буквально несколько лет назад самая у нас была излюбленная, это, конечно, кобальтовая сталь. И на ножничках, вот, можно будет увидеть, прямо на полотнах, вот, написана фраза «кобальт». Если фраза «кобальт» написана, или производитель говорит, что ножницы кобальтовые, то это, как правило, до самого кобальта, самого вот этого металла, внутри в сплаве будет где-то около, там, 45-50%. Это не значит, что они сделаны полностью из кобальта, естественно. Внутри каждой стали, вот этих трех-четырех видов, есть какой-то основной один, там, один металл, которого, там, 30-37-45-50%. И дальше все остальное разбивается на добавки, там, ванади, вольфрам, палладий, и титан, и, может быть, и, ну, все, что угодно. Даже делают и золотое напыление сверху, и титановое, и так далее, и так далее. То есть, внутри самой стали очень много всяких добавок. Каждая добавка, каждый вот этот вот химический элемент влияет, играет свою роль. Что-то увеличивает прочность, что-то делает ножницы более легкими, что-то там более тяжелыми. Из-за какой-то добавки дольше будет держаться заточка, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, есть специальные люди, металлурги, которые все это продумывают, и есть еще инженеры. Инженеры – это люди, которые работают на самой фабрике, на самом производстве ножниц, и они, владельцу компании, задают то, что им нужно в стали. То есть, чтобы там она легче была, более упругая, такая, сякая, там держала заточку. Плюс инженеры, естественно, продумывают форму, дизайн, эргономику, то, чтобы было бы удобно там и для каких-то срезов, и так далее, и так далее. Плюс эти компании еще советуются со стилистами. Когда создаются новые модели ножниц, это очень длительный процесс. Компании наши самые любимые японские, конечно, это Джоуэл, Хикари, дорогие бренды, которые действительно производство находится в Японии. Они создают, у них иногда уходит на создание одной пары до двух лет. То есть, они создают какую-то пару, технологии их продумывают, там все это делают. Потом берут топовых стилистов в Японии, даже в Европе иногда дают им эти ножницы, ну, в подарок. Ну, и собирают анализ. Да, берут обратную связь, что-то опять меняют, опять раздают, они опять стригут, говорят, ну, тяжеловато, ну, там что-то это. И вот так вот, муторный процесс вот этот. Ну, и в итоге там вот эта пара ножниц рождается практически идеальная, то есть одобренная, там, не знаю, двухстами, пятистами, иногда несколькими тысячами стилистов. И тогда они говорят, там, эти ножницы, это выбор, как в рекламе у нас, выбор стилистов в Японии, да, там, ну, вот так можно сказать. Поэтому, конечно, сталь и сталь разная, но еще раз я повторюсь. Например, есть вот ножницы похожей фирмы, например, бренд DS. Вот сейчас положу их. Это разные формы ножниц, но я просто по брендам, да? Бренд DS и бренд I love my hair. Внутри этого бренда могут быть совершенно две одинаковые пары ножниц. Только, вот, внешне будут выглядеть одинаково. Только DS будет стоить 6 тысяч рублей, а вот эти вторые ножнички, которые, как близнец, похожи, будут стоить 12. Опять, только из-за стали. Производство и одного, и второго бренда находятся в одном месте в Тайване, но здесь сталь четвертого класса, здесь сталь пятого класса. Ну, это о чем говорит, что если тебе нравится определенная модель, ты ее выбрала, она тебе комфортна, то можно себе выбрать ее в любом диджейте. Естественно, конечно. И к вопросу о том, что, ну, я думаю, у тебя там такой вопрос будет, наверное, отдельно по заточкам, там, и сколько ножницы служат, ну, тогда вернемся к нему позже, да? В чем будет разница между этим. Поэтому, значит, у нас с тобой получается уже следующий пункт – это сталь. Следующий пункт, что мы выбираем, размер, естественно. Да, четвертый у нас сталь. Пятый – размер. Размер должен быть удобен в руке, много копий было сломано. Так, размер, он что, влияет на стоимость? Размер, как правило, на стоимость не влияет. Есть некоторые фирмы, у которых ты можешь видеть, что ножницы выглядят совершенно одинаково, похожие по форме, только маленькие, больше и больше, да, размер. И цена будет чуть-чуть тоже увеличиваться, там, ну, грубо, 12 тысяч, 14 тысяч, 16 тысяч. Компания Гинка такой ерундой не занимается, у нас одна модель во всех размерных рядах будет одинаковая. В одной модели, да, будет одна ценовая политика. Ну, это то, что касается Гинка. Следующий аспект по цене – это, конечно, форма, дизайн и винты. Ну, сложность, да? Чем более эргономичная форма, скрученная, удобная для работы, эргономика, так называемая 3D-эргономика, 4D-эргономика. И это, естественно, более удобным становится, потому что вот такие скошенные кольца, они прям как бы обволакивают все пальчики, и очень удобно работать. И при работе такими ножницами у тебя кольца нигде не надавливают на пальцы в процессе работы. То есть, конечно, эргономические ножницы всегда будут стоить дороже, чем какая-нибудь вот такая модель классическая, совершенно прямая. И винтовые группы. Винтовые группы – это тоже оказалось такое засадное место, потому что это же вот такой очень маленький механизм, и от этого механизма, от маленького будет зависеть вот простой винт, вот подшипниковый винт плоский, вот выпуклый винт с двойным подшипником. Давай даже вот так сделаем. Самый простой, потом за ним вот такой винт у нас с тобой пойдет, потом за этим винтом пойдет сложность винта вот такая, и потом, наверное, будет вот так, да? Поэтому получается, что от винтовой группы тоже будет зависеть цена, и винтовая группа – это сложность сборки внутри вот этой системы, и от работы вот этого винта будет зависеть, как долго ножницы будут ходить, чтобы они не разбалкались. Как долго они будут держать это натяжение. Держать натяжение полотен, примыкание хорошее, легкое полотен, от этого будет качественный срез, как долго этот винт там не сломается, не разболтается, не раскрутится. И поэтому, чем сложнее винт, то, что вот обеспечит нам с тобой вот эти все запросы, тем, конечно, цена будет увеличиться. Она увеличивается ненамного, ну вот по прайсам японцев, когда я в последний раз смотрел, ну там прибавляется, там буквально в центрах сначала идет, потом там доходит до доллара, двух там долларов, трех. Иногда бывает, там есть очень сложный какой-то винт с камнями, там и с каким-то дизайном, или вот ручки, например, там сделаны вот такие какие-нибудь красивые, дравированные, там уже там по нескольку долларов добавляется в цене. Но опять все равно, несколько долларов в цене – это себестоимость, потом происходит накрутка, потом перепродажа, потом перепродажа дилеру, дилер тоже накрутил, потом модель этого магазина, и в итоге кажется, что вот этот винтик стоит там, например, там 50 центов, этот винтик, если я хочу такой заказать себе, уже будет стоить там 70 центов. Потому что там 25 центов. Эти 20 центов потом многократно накручены, вылетают все-таки на то, что там, ну в конечной цене, например, в рублях, уже ножницы будут дороже там на несколько тысяч рублей. Итак, мы с тобой остановились уже седьмой пункт и восьмой. Восьмой пункт, конечно, это заточка, качество заточки. В основном, конечно, почти все ножницы, даже самые недорогие, окончательная последняя заточка делается и в Китае, и в Тайване, везде, как правило, вручную, ну у нормальных ножниц. Да, я, в принципе, не работаю с ножницами, которые бы вручную не заточили. У дорогих брендов она делается полностью только вручную, машины ничего не делают. Поэтому, соответственно, цена, конечно же, будет чуть подороже, более дорогая себестоимость самого производства. Плюс сама форма заточки. Как правило, сейчас почти все ножницы имеют конвекционную заточку. Конвекционная заточка – это когда мы смотрим на полотно, и оно вот так вот слегка закруглено, да, и с внешней стороны полотна мы не видим вот такую грань заточенную. Хотя до сих пор есть ножницы, и у нашего самого дорогого бренда Hikari есть специальная коллекция ножниц с прямой заточкой под 45 градусов, потому что есть парикмахеры, которые любят рубящий срез прямой, большими прядями стричь, рубить в мужских стрижках, линии ровные отрезать. Там эта конвекция не нужна. Но конвекционная заточка, ручная заточка или в филировочных ножницах какая-то уникальная форма зубцов, там с зазубренными, с косами, изогнутые, тоже будет влиять на цену. Чем сложнее, тем цена будет выше. Коля, так, давай подведем с тобой итог. Что может повлиять на цену, да, на стоимость ножниц? Это бренд, это страна-производитель, это способ сборки, да, ручной или машины. Четвертое, это сталь, вид стали. Мы поговорили о том, что размер у каких-то брендов может повлиять на стоимость, но чаще всего она не влияет. Далее, эргономика ручек. Ну, и уникальность дизайна формы, ручки, да, удобство. Уникальность дизайна, какие-то украшения, удобства, всякие няшки, да, такие. Шестое, седьмое, это винтовая группа. И последнее, восьмое, это способ заточки. Заточка, да. Способ заточки, качество заточки. Качество заточки. То есть, вот мы выделили восемь нюансов, которые могут повлиять на стоимость. Могут, а прям повлияют на стоимость. Повлияют на стоимость, да. И исходя из того, какие вы выбираете. Можно я даже добавлю? Смотри, мы с тобой перечислили вот эти все восемь пунктов. Так вот эти же восемь пунктов ребята должны учитывать при выборе ножниц, когда вы хотите себе их выбрать. То, что мы сейчас, в принципе, все основное проговорили. Единственное, что, наверное, к этим восьмим пунктам нужно будет добавить девятый пункт при выборе ножниц. То есть, форма самих ножниц, для чего они предназначены? Для твоей техники и для какого среза? Это будет вот девятый пункт. И опираясь на все эти девять, ты выбираешь ножницы, которые тебе нужны для работы. Итак, опираясь на эти девять пунктов, зная, какие именно характеристики нужны именно тебе, да, ты спокойно сможешь определиться с выбором. Да, в каждом из этих девяти пунктов, в этом вопросе мне нужно вот это, в этом вопросе это, в этом это, чик, и ты пришел к тому, что вот эта пара тебе нужна. Отлично. Ну, я думаю, что это такая вершина айсберга, да, которого... Очень, очень большая вершина. Совсем макушечка. Макушечка такая, да. Мы сейчас с тобой перейдем подробно к каждому вопросу, да, в которых есть более развернутые какие-то ответы, да. Спасибо. Ну, и так, давай с тобой перейдем к более узкому вопросу, да. Это форма ручек. Она бывает эргономичная, классическая. Вот расскажи об этом. Да, вот я для примера сейчас несколько пар ножниц выбрал. На самом деле эргономика может быть разной. Под эргономикой, конечно, мы понимаем то, что ты правильно сказала. Сейчас смотрим вот только вот на эту часть, на ручки. По полотна, к эргономике ручек, по большому счету, не имеет большого отношения, кроме там каких-нибудь вот таких уникальных форм, когда какая-то более эргономичная форма полотна. Ну, они, собственно, на весь мир сейчас, наверное, один. Мы сейчас будем говорить о том, что это для удобства, да, то, что снимает усталость, облегчает работу. Да, да, да. Начнем с того, что простая классическая форма, когда мы в руках такие ножнички держим, совершенно симметричные, кольца находятся напротив друг друга, и с любой стороны, что справа, что слева, ножницы выглядят симметрично. Это так называемые простые прямые классические ножницы, прямые простые, там, классические полотна. Эти ножницы, это не означает, что эти ножницы самые плохие и неудобные. Почему? Потому что эргономика, естественно, подразумевает то, что тебе будет более удобно кисти, она меньше будет там уставать и так далее, и так далее. Но, еще раз, для парикмахеров, которые любят делать рубящий прямой срез и работать крупными прядями, я бы порекомендовал все-таки прямые ножницы, а не эргономичные. Почему? Потому что это просто физика. В чем заключается смысл эргономики? Ну вот, давай возьмем уже вот слегка эргономичную, полуэргономику, когда кольца скошены по диагонали. Для чего это делается? Для того, что, когда мы одеваем ножнички, а парикмахер ножнички держит таким образом, направляющее полотно на безымянном пальце и рабочее полотно у нас, вот, которое двигается на большом пальчике, да? Если посмотреть на ручку вот так, то руке удобно, когда большой пальчик находится здесь. Если у меня в руках будет классическая форма ножниц, мне придется палец большой смещать под безымянный, потому что кольца напротив друг друга находятся. Ну и как бы вот большому пальцу не очень удобно. Соответственно, чем больше эргономика, чем больше кольцо уходит, тем легче вот для вот этих мышц, вот здесь, для вот этой подушки, да, и пальцу удобнее работать. Но, по физике смотри, одно дело, когда у меня пальцы далеко разведены, а другое дело, когда у меня палец подведен под безымянный палец. Соответственно, открывая и закрывая, когда палец дальше, рычаг нажатия больше, то есть и закрывая один раз, я могу больше отрезать. И казалось бы, что это вроде как неудобно, а с другой стороны, с точки зрения рубящего среза большого крупного, будет удобнее, конечно, не эргономика, а будет удобнее прямые полотна. То есть, итак, прямые, за ними следом будет поудобнее и легче работать, когда кольца чуть-чуть смещены по диагонали. Опять у нас с вами пальчик уходит в сторону, полуэргономика. Дальше, полная эргономика или так называемая 3D-эргономика, когда у нас с тобой кольца смещены по диагонали, у нас с тобой опять уходит пальчик, и еще скручены в осях, и изогнуты, да, эти совершенно прямые, надеюсь, сейчас будет, ребятам, в кадре видно, а вот эти кольца еще как-то изогнуты. Ну, относительно своей собственной оси. Относительно оси ножниц, относительно оси полотен, они еще как-то выкручены. Для чего это сделано? Для того, чтобы вот эти колечки неравномерные, особенно вот на эту модель, посмотрите, они совершенно здесь какие-то вот такие широкие, сплющенные, и металл на кольцах как бы вот какой-то такой вообще совершенно обтекаемый. Обтекаемый такой, да. Так как пальцы-то у нас круглые, чтобы вот эта форма, она обтекала вот эти изгибы пальца, когда мы их одеваем на пальцы, то есть будет еще удобнее. Соответственно, чем больше эргономика, тем удобней, удобней и удобней. Меньше напрягается рука, меньше нужно сводить полотна, меньше нужно делать вот это режущее движение. И последнее, то, что, не знаю, я называю это 4D эргономика, это когда у ножниц колечко для большого пальца вращается. Вот многие не понимают, для чего это вращающееся кольцо. Да, да. То есть, когда у нас с вами вращающееся кольцо, я могу ножницами манипулировать по всех осях на 360 градусов, не напрягая кисть. Мне не нужно задирать локоть, опускать локоть, поворачивать руку, вот так делать. Я, расслабив полностью весь плечевой пояс, не меняя положение руки, не меняя положение позицию самого тела, потому что парикмахеры, болит, понятно, спина, когда неправильно стоим, и болят еще вот эти мышцы забиваются, потому что мы все время руку поднимаем. И когда стрижем, и когда отфен расческа укладываем, нужно полностью опустить плечи, расслабиться, и в процессе работы постараться не напрягать вот эти мышцы, не задирать плечи. И вот такие ножнички вам это позволят сделать. Опустили руку, полностью все расслабили, я могу делать прямое слез, я могу стричь вверх, я могу стричь вниз, я могу стричь влево, я могу стричь вправо. Как угодно это делать, кисть остается прямой, здесь ничего не напрягается, я все эти манипуляции делаю только пальцами. Да, все. Ну, это так называемые ножницы с поворотным кольцом или 4D эргономика, уже больше, чем 3D. Но к этому еще надо проноровиться, да? У тебя не получается, потому что все манипуляции делаются вот этими пальчиками. Большой вставился, и он никак не двигает. Этими пальцами либо толкаешь, либо тянешь на себя. Ну, я думаю, что это недолгое время тренировки. Это один вечерок, покрутите все, и будет удобно. Это вот, например, мои авторские ножницы, они под моим брендом. И вот я сколько... Да, это мои ножницы. И сколько я их... Ну, не только они у меня есть, они есть в разных брендах, и у нас они в двух брендах еще представлены. Но эти делались под меня, и инженеры в Японии прислали мне 2-3 модели предыдущие, я их пробовал тоже, как перед этим мы с тобой разговаривали, как создаются ножницы. На это, конечно, ушло не 2 года, но мы, честно, потратили на это почти год. Ну, потому что пересылки пока не делай, пока я еще несколько месяцев стригу пробую. Ну, то есть это, в принципе, любой стилист может воспользоваться такой услугой. Любой стилист может воспользоваться такой услугой в компании Гинка. Нет, не только ты. Любой вообще. Создать ножницы, выбрать форму, выбрать дизайн, винты, эргономику, какому нужно. Будет нанесен его логотип, и это касается не только ножниц, а все остальные аксессуары, в том числе. И все расчески, и щетки, и пеньюары, и экраны, и так далее, и так далее. Зажимы. Все, что есть у компании Гинка, можно забрендировать под свой логотип, или, например, под логотип салона, или у тебя сеть салонов, или ты хочешь, чтобы на всех ножницах было написано, там, я парикмахер. Вот я хочу, чтобы на всех ножницах было написано, я парикмахер. Легко. Договариваем с Андреем Васильевичем, договариваемся о партии. Партии, там, небольшие, в ножницах, там, 120 штучек всего надо купить, там, при первом заказе. Поэтому компания Гинка идет в ногу со временем, и компания Гинка старается, как я уже говорил сегодня, неоднократно, не просто, по-моему, всем парикмахерам, чтобы он был удобно выбрать инструмент под свой стиль работы, под свой кошелек, а еще и для более стильных стилистов. Более узкие вопросы решают. Да, конечно, и, может быть, для школы, для какой-то, или для какой-то академии парикмахерства искусства, или для какого-то звездного стилиста. С нами работают и Винокуров, и Баранова, и Уксусов, и Танюковский. Их очень много, кто брендировал ножницы, создавал ножницы и расчески со своими логотипами в компании Гинка. Ну, я их продвигаю где-то уже года три, и вот на самом деле, чем горжусь, ни одного еще плохого отзыва вот за три года от них не было, продано где-то там около ста пар за это время, и мои ножницы сейчас живут и в Европе, и в Америке, и по России, конечно. И это очень круто. Поэтому сейчас я не себя хвалю, я объяснить то, что все-таки, как бы, когда ты первый раз одеваешь, видишь, как-то мне непонятно, как вы, Николай, их поворачиваете, потом ребята поигрались, у них получилось, и они говорят, о, да, да, это максимально удобно. Опять, максимально удобно для ребят, которые работают в техниках, когда много всяких разворотов, поворотов, когда так подрезают, так поворачивают. А может быть, ты обращала внимание, очень модно сейчас еще все парикмахеры делают как? То есть они вот так постригли, постригли, потом они вытащили большой палец, перевернули, вставили изнутри и вот так стригут. То есть для тех, кто вот так с одной стороны выпендривается, с другой стороны там как-то что-то хочет, вот это тоже будет удобно. Ничего никуда внимать не надо, ты просто их опустила вниз, вот у тебя позиция уже вот эта развернутая, да? Опять, в ножницах должно быть, в хороших ножницах, на мой взгляд, этому меня научил владелец компании Гинко, он так все создает и так выбирает, что привести в дилерство или какие-то свои бренды, когда создает. А у нас их несколько в Гинко, которые Гинко самому принадлежат. Должно быть максимально удобно. Сколько вот я давал интервью всяких, вот опять там и статей писал, и прямых эфиров, Николай, как выбрать ножницы. Первое, я всегда говорю, ребята, вам должно быть удобно. Если эта пара удобна тебе, крутить ее в пальцах, прятать, разворачивать, поворачивать, делать все срезы и так, и так, и вверх, и вниз, и вправо, и влево. Слайсинг там, ну техники, в которых ты работаешь с основной массой клиентов каждый день, второй вечер. Значит, это твоя пара. Вот для всего, для этого они тебе должны быть удобнее. Вот, поэтому эргономика, да, выбирайте опять по стилю работы. Советую ребятам, да, всем парикмахерам выбирать по стилю работы, насколько эта эргономика удобна, в какой ты технике работаешь. Иногда, ты знаешь, бывает, что ребята работают в классических техниках, либо начинающие парикмахеры. И все вот эти изгибы, или все вот эти поворотные кольца, вот вообще... Для них даже лишние. Они лишние, а им неудобно. Они наоборот, они берут обычные ножницы, ровно стригут спокойно, берут эти, которые типа более удобные, а им вообще неудобно. Почему? Потому что они были по-другому научены. И, соответственно, посоветовать такому парикмахеру взять ножницы более дорогие, вот эти с красивой, с эргономикой, там, изогнутые, все скрученные, это будет плохой совет. Его тогда придется переучивать стричь по-новому, и только потом давать ему эти новые ножницы. Опять, политика компании Гинка не надо, всем должно быть удобно. Вот работает девушка, там, не знаю, в дешевом салоне, например, или в парикмахерской, в поточной. У нее по ценовому, ну, по заработку нет возможности купить дорогие ножницы. Они ей и не нужны эргономичные, дорогие. Она возьмет себе классическую прямую модель, заплатит деньги, из этих наших с тобой девяти пунктов, основной у нее будет качество стали, чтобы они дольше проработали. А все остальное она на этом сэкономит, на форме, на ручках, на винтах, на всем. Она только за сталь заплатит, и они у нее проработают лет 10-15 без заточки, и человек будет счастлив. Зачем доплачивать за то, что тебе не нужно? Поэтому, такой... Я вот тоже хотела добавить, да, со своего опыта. Я, например, эргономику люблю в прямых ножницах, а в филировочных я люблю классику. Да, так в основном у всех. Да, почему? Потому что я люблю менять положение полотна. И за счет того, что симметричные кольца, да, их можно крутить. У тебя полотно будет сверху, можно перекрутить, у тебя полотно будет снизу. Да, и мы об этом с тобой чуть позже поговорим, потому что это тоже отдельный вопрос, который постоянно задают. В чем разница, а можно ли поворачивать филировочные ножницы, а в чем будет разница, когда у модели зубцы снизу, а я еще одну модель купила, а у нее теперь зубцы сверху. Мы сейчас расскажем, это очень интересный вопрос, потому что... Ну, когда с тобой о филировках будем говорить, потому что... Оставайтесь с нами. Да, оставайтесь с нами, обязательно. Очень много чего интересного расскажу, потому что этот вопрос задают постоянно. И, не знаю, 90% не побоюсь. Вот прям реально не побоюсь. Работают 10, 15, 20 лет в салоне. Они этого даже не знают. Они думают, что филировочные ножницы, как ты сейчас говоришь, это вот классика, прямые, 40-42 зубца, и мы делаем тушевку. У компании Гинка ассортимент филировочных ножниц эргономичные, со скошенными ручками, с выкрученные, всякие разные, с разным количеством зубцов. Потому что с филировочными ножницами компании Гинка можно делать не только тушевку, и работать с женщинами, и стричь снизу вверх, и сверху вниз, и скользить, и поперек, и поворачивать, и под углами, и так далее, и так далее. Поэтому там уже нужна будет эргономика, и другая форма зубцов, и так далее. То есть мы с тобой про это поговорим, когда будем говорить про филировки. Дойдем до филировки. Завершаем тем, что, ребят, самое главное, еще раз, под ваш стиль работы, под вашу технику, решайте, насколько вам эта эргономика нужна. Ну что, мы подготовили еще один набор сравнительный, и хотим перейти к разбору прямых полотен. Форм полотен, какие они бывают, и так далее, и так далее. Ну, постараюсь сейчас полаконичнее, на самом деле это тоже такой широкий достаточно вопрос. Формы полотен бывают разные. Первое, когда мы раскрываем с вами ножнички, и смотрим на саму режущую кромку, вот на саму форму полотна, и мы видим, что, например, вот этой модели, она совершенно прямая. Прямое, вот такое ровное, прямое полотно будет у нас для того, чтобы делать прямой, просто рубящий такой вот ровный срез, бум, на больших прянях. Другие пары ножниц, которые мы берем в ручки, мы с вами видим вот такую слегка изогнутую форму полотна. Если посмотреть на саму полотну, как будто у нас присутствует радиус. Чуть-чуть такой радиус, да, небольшой, скругленный. Этот небольшой скругленный радиус будет для того, чтобы ножницы могли делать и прямой срез, и слегка скользить. Но, как я уже перед этим говорил, лучше все-таки брать ножницы, если нам нужен слайсинг, именно для слайсинга. Даже не вот эти, пардон, вот эти. То есть у них, видите, совсем выкругленное полотно. То есть чем круглее, выпуклее режущая кромка, тем больше ножницы будут скользить и толкать волосы, и меньше делать прямой срез. Соответственно, ножнички, которые я показал сейчас вот перед ножницами для слайсинга, например, вот эти, вот эти такие считаются универсальными, что они будут делать и прямой срез, и как бы скользить. Потому что если мы с тобой внимательно присмотримся, видишь, вот эта часть все равно прямая. И тогда вот этими ножничками стригут вот так, да, когда чуть-чуть идут вот так вот внахлест, то есть не полностью отрезают, а когда так тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Не до конца смыкая полотна. Чуть-чуть подрезан вперед, они будут хорошо делать прямой срез. А полностью, если мы их сведем вот так вот до середины, прикроем, да, то как раз... И начнем закрывать их и проводить, то они начнут скользить. То есть вот такие ножницы считаются, что они типа универсальны для прямого, два в одном, да. Либо мы можем с вами взять вот эту модель, которая еще раз представлена в двух брендах и в двух ценовых диапазонах, которые действительно созданы и для прямого, и для скользящего срезка. Это то, что касается формы полотна, когда мы с вами смотрим на ножницы в профиль, да. Теперь заточка. Мы смотрим снаружи, с вами видим, что вот это вот выкругление, как мы с вами говорили уже такой чуть выпуклый, закругленная форма полотна, это и есть конвекционная заточка. Придумана она была в компании Hikari много лет назад, основателем компании Hikari. Вот это выкругленное, вот это закругление, оно позволяет делать вот эту режущую кромку. То есть мы вот так посмотрим, здесь скруглено полотно, здесь оно вот так по прямой, и еще снизу, с той стороны, которая прямая, чуть еще подточена, позволяет получить очень острую режущую кромку. Поэтому, когда была изобретена конвекция, конвекционная заточка японцами, ножницы стали еще острее. После того, как они эту конвекцию изобрели, спустя несколько лет, придумали еще следующую штуку. Внутреннее полотно вот так еще и загнули внутрь. То есть если мы посмотрим с вами на полотно, вот снаружи оно выкруглено, а внутри, если мы посмотрим или пальцем проведем, как будто ямка есть. То есть вот эта внутренняя часть еще вогнутая. То есть конвекс, конкейт. И так как она вогнутая, режущая кромка получается еще острее раз. Полотно при смыкании не трется, не касается. Когда мы с вами закрываем ножницы и плавно срезаем волосы, и срезаем прядь, у вас режущая кромка касается вот в каждой точке, в которой я сейчас иду. Соприкосновение полотен идет в каждую одной точку. Только по кромке, да? Только по кромке. И подрезаются таким образом вот эти волосы. Соответственно, срез еще более такой вот лазерный, острый, как вот там смурайский меч. Это все вот придумывали японцы. И вот, видимо, на основе этих мечей там, или еще чего-то, не знаю. Ну, они на первом месте были, есть пока, я думаю, будут по сталям, по идеям, вот по этим заточкам, по ножницам. Вы знаете, даже вот этот хвостик-усилитель прикручивать для мизинца тоже придумали в компании Hikari, придумал ее основатель компании Hikari, чтобы парикмахеру можно было положить мизинец и было, чтобы удобно, чтобы он возле не висел. Ни за что бы не подумал, что именно... Да, да, это же Hikari. Вот поэтому это все очень разное. Плюс мы про винты говорили, а что, оказывается, такой винт дольше прослужит и так далее, и так далее. То есть, если это куча людей, это инженеры, это владельцы компании, это всякие сумасшедшие парикмахеры, которые что-то изобретают и хотят, чтобы им было удобней. Я с такими знаком, там, например, Йонгсу Парк, который создал все эти расчески, я с ним знаком лично, совершенно сумасшедший человек, который просто вот... Он болеет, да. Ты не представляешь, как он... Он берет какую-то свою расческу в руки, вот я с ним разговариваю, ты понимаешь, я вот здесь вот это вот удобно, вот тут для пальцев, тут вот это, тут вот так, они у него все живые, это расческа пума, это черепаха, это там это, они у него все названия есть. То есть, это настолько интересно. Или, например, Майкл Урук, человек, который меня учил, вот американской вот этой технике быстрых стрижек, тоже совершенно сумасшедший, который горит, создает, там, построил академию в Америке, создал свою компанию огромную, из ничего, из нуля просто. То есть, это вот, ну, там, не знаю, видал Сосун, такие вот, Пол Митчелл, легендарные люди, которые... Уникальные вещи, они рождаются у уникальных людей. У них людей, которые хотят действительно... Не просто, как я там, создал ножнички для себя, чтобы было удобно, но опять, для того, чтобы было удобно. Понимаешь, они что же создавались мной, чтобы было удобно? Я вот создам и отдам это миру. Пусть все парикмахеры пользуются, так же клево, так же будет быстрее, так же удобнее, так же будешь меньше уставать, там, быстрее краску нанести, быстрее отрезать, быстрее посушить. Ну, вы вот эти фены сумасшедшие за 30-40 тысяч, а потому что они сушат быстрее, а волосы меньше, побеждают, а легкие, а более короткие, а там, ну, и так далее, и так далее. Все это создается для того, чтобы парикмахерам было максимально удобно, и компания Гинка, ну, вот, одна из первых, кто это делает. Дальше, помимо... Давай, да, у полотен еще бывает разная ширина. Сейчас я как раз туда и шел. Итак, ребят, у нас форма режущей кромки, прямая, слегка скругленная, максимально выкругленная. Уже поговорили, значит, у нас это для того, чтобы чем прямее, тем больше рубит, чем круглее, тем больше скользит. Заточка конвекционная, да, чем больше конвекции, чем более вогнутое полотно, тем более острое они становятся, и у нас более такой лазерный срез. Далее, у нас с вами бывает разная ширина полотен и разная толщина полотен. Ширина полотен и толщина полотен влияют на что? Очень просто, никто тоже не знает. Вес. Вес ножниц. Чем тоньше полотна, а посмотрите, какая вот есть вот вообще писюлька-свистюлька вот такая. Вот такие миниатюрные ножнички. Да, вот такие миниатюрные ножнички. Эти ножнички для прямых срезов и для очень тонкой точной работы, тонкими прядками, видал сосун, подрезание всяких челочек, ровные линии, тоненькая-тоненькая филировочка. Они очень легенькие, они такие невесомые, они для миниатюрной работы с тонкими прядями, с концами волос. Легенькие, удобненькие, но если есть какой-то плюс, обязательно будет какой-то минус. Ну, всегда, так по жизни. Чем тоньше полотна, тем они легче и больше подходят для тонкой работы. Но они меньше подлежат заточке. То есть, например, конкретно вот эта модель, но она после того, как подтупится, через несколько лет, ее нужно будет заточить еще раз. Ее можно будет заточить, наверное, только один раз. А потом уже, так как кромка металла при заточке стачивается, уже не с чего. То есть, она будет уменьшаться и дальше, если поточить их там второй, третий, четвертый раз, они уже перестанут хорошо резать, потому что не с чего будет. Ну, металл не будет. Смыкание будет плохое. Смыкание будет очень плохое. Вот. чем полотна шире, тем больше потом можно будет сделать заточек, но они будут потяжелее. И опять, толщина полотна и ширина полотна будут влиять не только на тяжесть и на вес ножниц, но еще тоже на удобство среза. Поэтому, опять, вот эта эргономика, она же там не делается отдельно. Там всякие инженеры говорят, а давай мы сделаем максимальную конвекцию, будет остро, а при этом там толщина, да любая, нет, такая-то толщина полотна вот при такой-то конвекции нужна, такая-то при такой, потому что, например, сейчас один приведу и на этом мы закончим, будет понятно. Вот то, что мы с вами сказали, одна внешняя сторона выкругленная, внутренняя вот так скругленная. И так как эта-то еще выкруглена, уже же полотно тоньше становится, потому что вот этот сгиб к тому приближается. Соответственно, придется сделать их хотя бы пошире, например, чтобы не получилось совсем тонко-тонко, чтобы это не фольга была, ну и чтобы кромка не повредилась, там уронить нельзя и так далее, и так далее. Но вообще, нужно сказать, что уронить нельзя. Соответственно, уже, допустим, вот такая конвекция, она уже будет обуславливать, что уже, чем вот это, я сделать не могу. А я присутствовал один раз при переговорах с самого владельца Hikari с одной из наших очень-очень больших звезд. Она хотела заказать у него себе вот брендированные ножницы Мины. И были очень тяжелые переговоры, потому что она говорила, мне нужно, чтобы было вот так, мне так удобно. И он ей сидел как инженер, самый, как владелец фирмы. Объяснил, почему так не надо, да? Да, он говорит, давайте мы так делать не будем, давайте полотна будут шире. Она говорит, нет, мне так тяжело, не буду тяжело, очень толстый, нет. Я хочу, чтобы они были вот такие узкие. И он сделал просто, говорил так, это будет недолговечно, но это же под нашим брендом. Ну, я хочу, чтобы эти ножницы там очень долго служили людям, как бы, ну, я могу вам это сделать. Но парикмахеры поработают иметь несколько лет, вы не сможете их заточить, и потом, ну, пойдет откат, обратная связь, что, ну, типа плохие. Давайте чуть-чуть сделаем не вот такие уж совсем узкие, а вот такие, и будет хорошо. Нет, я так не хочу. Ну, она звезда, она платит деньги, она хочет так, как ей кажется, как вот, как стилисту, что так удобно. И вот такая ситуация была, что он пытался объяснить ей, что у любой формы там или длины есть еще несколько аспектов, которые будут обославливать друг друга. То есть все-таки хотел свою компетентность донести? То есть я имею в виду, что есть какие-то все-таки аспекты, которые один от другого зависят. Нельзя, пусть винт будет вот такой, кольца вот такие, а длина вот такая. И тебе инженеры скажут, не-не-не, давайте вот тут чуть поменяем, потому что ну просто так технически неправильно, неудобно, или там будет какой-то минус. То есть на все плюсы все равно будет какой-то минус, понимаешь, да? Так вот, я очень хотела добавить. Мне кажется, что от тяжести еще зависит вот этот срез с толстыми прядями. Конечно. Потому что он как... Ну ты умница, конечно. Если я возьму вот такие легенькие тонкие ножницы и начну стричь большими крупными прядями, будет совершенно неудобно. Они бедные будут, как будто маникюрными ножницами, пытаешься веник перерезать. Соответственно, ребята, которые работают большими секциями, большими прядями, быстро стригут. Во-первых, они размер берут больше, там 6, 6,5, 7. Во-вторых, и полотна шире, и толще, и металл, и тогда захватив много волос, сразу бум ты отрезаешь. Конечно. Но это логика. То есть, какие-то есть логичные вещи, которые, ну, мне кажется, ну ты понятно, в индустрии, да? Но таких вещей додумываются иногда люди, которые даже не рядом с индустрией. То есть, начинаешь что-то объяснять, что говорит? Ой, ну вот это, наверное, так вот по чуть-чуть отрезать, а вот этим-то, наверное, много сразу можно. Говорю, ну аллилуйя, конечно, это же логично, да? Вот. Это то, что касается формы полотин. И последнее, наверное, что мы с тобой поговорим, это все еще очень часто задает вопрос про кончики. Про кончики. У каких-то ножниц прямо они смотрят и говорят, то есть, смотри, какие они вот толстенькие, они прям вот, даже давай так покажем, чтобы ребятам было видно. То есть, вот такие прям вот, вот такие тоненькие, изящные, потом вот прям, вот тут вот они пошире, покруглее, а вот еще толще, еще круглее. А на что влияет? И достаточно широкий конец получается. Да, получается достаточно широкий конец, потом уже, потом еще уже, а есть там вообще как маникюрный, да, почти острый. Опять еще, ребят, Смотрите, должно быть вам удобно. Чем тоньше кончики ножниц, тем больше вы можете делать миниатюрную работу кончиками ножниц. То есть в техниках видал сосун, например, вот эти ровные прямые челочки, идти вот так вот подрезать. Линии коре, прямые линии, какие-то там за ушком, окантовки и так далее, и так далее. Но, если вы обратите внимание, то, как правило, ножницы с широкими полотнами, тяжелые, с толстыми, где много металла и большого размера, вы опять не увидите с тонкими концами. Но потому что в этом нет смысла, опять, о чем мы сейчас с тобой перед этим говорили, технически нет смысла совмещать в одной паре это и это. И как только я вижу, что концы тоньше, значит и полотна тоньше, полотна уже и тоньше, и концы будут тоньше. Почему? Еще раз повторяюсь. Потому что каждая пара ножниц должна быть выбрана для какой-то конкретной работы. И когда ребята говорят, а я вот и большими срезами работаю, и иногда там вот кончиками челки делаю, дайте мне такие ножницы, чтобы вот тут были толстые, вот тут были тонкие, вот тут были конвекционные, вот тут были закругленные, чтобы полотна вот так вот кольца отстегивались, надевались прямые, когда мне надо. Нет, к сожалению, так невозможно. Можно подобрать какую-то пару, еще раз показал, как вот на примере, да, вот этих кидаков. Вот они будут делать и прямое срез, и скользящие, и вот они с эргономикой. И у них на самом деле не такие уж тупые концы, но и опять середин. Вот они, вот эта модель такая универсальная, ее очень, она очень коммерческая, вот эта модель, которая у меня в руках, потому что вот они такие прям универсальные, у них такая вот серединка, да, на все. Скажи, какая модель. Это кидаки, модель у нас 406-60. То есть я думаю, многие заинтересованы, чтобы проще было найти. Да, это очень прикольная модель, очень популярная, так они еще в размере шестерка, подойдут и для женских работ, и для мужских работ, для тушевок, прям вот универсальные. И очень хорошая, невкусная цена, называть с тобой ее не будем, но вкусная, всем понравится. Но помните одну такую штуку? Был такой мультик один советский про жадного дяденьку, который пришел к корняку и решил там шапку сшить из шкурки, да? Говорит, а две сошлешь тут? Говорит, да конечно. Он говорит, 16, говорит, ну конечно, ну я приду завтра. Пришел там вот такие шапки, да? Вот когда у нас очень много-много-много функций, еще раз говорю, одно зависит от другого, здесь прибавилось, там убавилось. Из-за того, что здесь заскользили, хуже будут делать прямой. Из-за того, что лучше делают прямой, хуже будут скользить. Из-за того, что эргономика здесь больше, уже там не перевернешь в другую сторону, не поменяешь там, да? И так далее, и так далее, и так далее. Выбирайте ножницы всегда под свой стиль работы. Если вы работаете в очень широком диапазоне, вам просто придется купить несколько ножниц. Не одну пару. Для женских, для мужских, для точных срезов, для слайсинга. И основных пар ножниц может быть шесть. Но мы считали последний раз, не помню, где я выступал. Николай, прям четко, пожалуйста, назовите, вот, есть у меня возможность. Прям вот, я во всех техниках работаю. Вот минимальный, максимальный набор. Минимальный набор. Ограничите меня. Да, минимальный набор, конечно, всегда это две пары. Это прямые филировки у тебя. Средние, ну, максимально не ограничено. А вот такой средний, хороший, рабочий, это три пары прямых и три пары филировочных. Объясняю, почему, быстро. Три пары прямых. Какие-то ножницы для точных срезов, если ты работаешь маленькие, небольшие, с узкими полотнами, гла-бла-бла-ля-ля-ля-ля, в линии, полосочки, линейки. Дальше ты работаешь слайсингом, любишь и скользишь, что для слайсинга. И одна какая-то средняя универсальная пара, типа вот этой, допустим, большего размера, если ты сейчас с мужчинами работаешь. И может быть там какая-то плюс-минус универсальная, но она на самом деле уже не нужна. У тебя есть уже для слайсинга ножницы, у тебя есть для прямого среза ножницы. Остается третью пару купить, ну, либо вот такую универсальную, либо тоже просто прямую, но 6-6,5 для того, чтобы работать с мужчинами. На этом прямые заканчиваются. И тебе нужны три пары филировочных ножниц. Простые классические филировочные ножницы для того, чтобы работать с мужчинами, делать тушилки. Что в том понимании классические? Классически это прямые кольца, это прямое режущее полотно, и зубья, и прямое полотно заточены, срезают большой процент волос, как правило для филировки прекрасно подходят ножницы со срезом где-то 45-50%, и большое количество зубцов. Зубцы мелкие, равномерные, филировочный карман не больше, чем ширина зубца, филировочный карман это расстояние между зубцами, то есть дырочки не шире, чем дырочки, так называемые, давайте красиво говорить, филировочные карманы не шире, чем сами зубцы, зубцы прямые, пообразные, вот они прям тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум, красиво мы делаем филировку. Дальше вам нужна будет какая-нибудь пара, у которой зубцов уже поменьше, ширина между зубцами филировочного кармана там побольше, у них уже там может быть полотно не заточено, или зубцы не заточены, полотно заточено, из-за этого они будут срезать меньший процент волос, так плюс у такой пары ножниц может быть еще, например, посмотрите, слегка струбленные полотна опять, и все сразу, а что, конечно, в филировках, зубцы же застрянут, ребят, не застрянут, эти филировки, проводя по волосам, не застревают в волосах, они дергают волосы из-за вот этой формы зубцов, там, из-за эргономики, выпуклости и так далее, так далее, это вторая пара, и третья пара, это какой-нибудь небольшой процент срезаемых волос, там 10-15%, они тоже будут скруглены, они тоже будут скользить, для работы с девочками, когда можно будет уже по концам скользить, филировать, что-то текстурировать, делать какую-то работу текстурную на женских волосах, на длинных волосах, вот, поэтому у нас получается, три пары ножниц, которые тоже максимально, срезают и минимально срезают, текстурируют, и три пары прямых ножниц от прямого среза, там, для женщин, для мужских и слайсинг, вот, на так, а уже, если у тебя есть возможность, как у меня, там, для каких-то работ прикупить, еще, например, там, зогнутые, для какой-то работы прикупить, там, еще это, для какой-то работы прикупить, это, может быть, флажковый, ты, как torture иногда любишь, там, большую текстуру, когда, там, процентов 70 срезают волосы, Это уже зависит от тебя Когда спрашивают у меня Я знаю одну девчушку, которая любит Но их мало, таких ребят в России Но вот это очень популярно в Японии, в Китае У них другие волосы, они торчащие Поэтому они там прям очень любят такие ножницы И европейские стилисты безумные любят Именно рвать, просто делать какие-то очень креативные рваные стрижки И когда спрашивают у меня, Николай, сколько у вас пар, которыми вы работаете Вы же практикующий мастер, я же практикующий мастер У меня два салона, это тоже моя философия Я считаю, что преподаватели и технологи должны практиковать То есть не практикующий волк, мертвый волк Я работаю в салонах с клиентами Я просто работаю не так много Я работаю там 4 дня в месяц, но работаю И какие-то ножницы я использую в работе Вот основные, которые я использую в работе У меня раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь пар Вот уже нифига не шесть даже Семь, семь пар Нет, восемь, восемь Просто там какие-то я Вот у меня вот эти зубные Вот эти как раз Вот этими, конечно, я работаю почти каждый день Вот такие изогнутые у меня есть И у меня есть вот эти вот, которые универсальные для слайсинга, для прямого среза Их я использую пореже, там на каких-то клиентах, когда нужно А все остальное у меня там четыре вида филировок У меня еще есть прямые ножницы для мужчин У меня есть прямые ножницы, простые классические кидаки У меня есть мои вот эти тоже, которые прямые с эргономическим кольцом И получается плюс еще две пары вот этих Вот восемь пар, которыми я реально работаю в салоне с клиентами Как ты их, ты их уже на ощупь знаешь? У меня кобура, у меня кобура висит В кубуре три ряда И ножницы, которые я использую первые, там вот эти прямые, свои, они стоят в первом ряду Определенный расклад Сзади стоят три, сзади стоят трое филировок И я знаю, они идут по процентам, слева направо Самый маленький процент, больше срезают, больше срезают И в самом конце, воткнуты в кобуру вот эти две пары, когда они мне нужны, я их тоже достаю И есть кобура, нет кобура И опять это удобство, кто-то кладет на тележку или там на столик какой-то рабочий Или там в чехлах, да И так далее, и так далее Чехлы бывают разные У компании Гинка есть чехлы просто там на замочке Есть чехлы под две пары, есть чехлы там под несколько пар Вплоть до того, что есть даже очень интересные чехлы Ну что, Коль, мы сегодня разобрали прям досконально целую нашу половину темы Да, это прямые ножницы Выяснили, какие бывают полотна, какие бывают кромки Для каких техник они могут предназначаться и так далее, и так далее Но у нас остался еще целый набор вопросов, которым просто не успеваем Вот эта огромная тема, да, такая тема, как филировочные ножницы Несколько детальных, да, и вопросов Я думаю, может, нам с тобой следует встретиться еще раз Давай, с удовольствием И записать для наших зрителей подробный рассказ Посвятить его именно филировочным ножницам Как ты считаешь? Давай, конечно, я с удовольствием еще раз встречусь И мы прям отдельно с тобой сделаем программу про филировочные ножницы И, может быть, добьем какие-то еще вопросы, которые мы не успели Потому что ребята постоянно их задают там И про заточку, про длину полотен Как выбрать под руку, там, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее Согласна Я с удовольствием встречусь с тобой еще раз, и еще раз, и еще раз Хорошо Очень рада была встреча с тобой Надеюсь, что ты тоже получила удовольствие Всегда И с тобой отдельно приятно Мы с тобой давно знакомы Да, мы наконец-то с тобой увиделись Да, увиделись еще раз Давно не виделись И про то, что есть возможность благодаря таким ребятам, как вы Я парикмахер и компания Гинка Как-то соединяться вместе И давать ребятам информацию, чтобы правда было им полегче И выбирать ножницы, и работать удобнее И быть в работе просто более счастливыми и кайфовать Спасибо Спасибо Друзья, с вами были Коля и Оля И мы с вами увидимся в новых видео на канале Я парикмахер Пока-пока Пока-пока Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон